Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Ныне» в студии Ольга Лемайкина. Сегодня в выпуске. В Ахтубинске исполнилось 56 летно-испытательному центру ГЛИЦ 95 лет. Жители авиационной столицы принимают подарки. Начиная с малого, в Ахтубинской автошколе «ДОСАВ» урок мужества прошел для юных автомобилистов. Кулинария как искусство. Студенты Ахтубинского губернского техникума представили выставку блюд, приготовленных из сельскохозяйственной продукции нашего района. В Ахтубинске стартовал завершающий этап испытаний новейшего истребителя Т-50. Как сообщил главком военно-космических сил Виктор Бондарев, в 2016 году первые экземпляры самолета уже поступят на вооружение. По словам главнокомандующего, у данного летательного аппарата огромные возможности. Бортовая вычислительная машина будет делать максимум сама. Пилот лишь будет контролировать ее действия. Мы возлагаем большие надежды на этот самолет, и я думаю, что он их оправдает. Пояснил Виктор Бондарев. Добавим, Т-50 – это истребитель пятого поколения, разработанный подразделением объединений авиастроительной корпорации ОКБ Сухого. Истребитель МиГ-23УФ – еще один герой, правда, советской авиации. В день рождения города, а также в честь юбилея летно-испытательного центра, городская администрация презентовала жителям авиационной столицы два небольших подарка. На пересечении улицы Алковского и Черно-Иваново состоялось торжественное открытие памятного знака «Самолет». А при въезде со стороны в город Волгоград была установлена стела с бегущей строкой. Ахтубинск – авиационная столица России. Именно на нашем полигоне путевку в жизнь получили практически все самолеты фронтовой авиации второго и третьего поколения. Самолет МиГ-23УФ – хранитель авиационных традиций. В нашем городе испытания этого типа техники проходили в течение трех лет. Позже кабину МиГа переоборудовали, оснастили всем необходимым для проведения фото- и видеосъемки. С этого момента он получил условное номинование МиГ-23УФ «Фотограф». Стоит отметить, тогда военно-воздушные силы располагались всего лишь двумя такими самолетами. Многие специалисты 9-го управления ГЛИЦ летали на нем в качестве воздушных операторов и фиксировали результаты испытаний. Именно на этой летательной машине завершал свои испытательные полеты легендарный летчик Степан Анастасович Микоян. В 2012 году при въезде в центральную часть города был установлен памятник этому истребителю. В этом году сооружение подверглось небольшой реставрации. Швелера и металлические балки, на котором держится самолет, закрыли бетонным подиумом. И вот уже сегодня красивый обновленный самолет устремляется ввысь. «У нас принято праздновать этот день, день образования ГЛИЦ совместно с образованием города. В 1959 году город был образован благодаря нашему государственному эксплуатательному центру. И сейчас мы все знаем, что градообразующим предприятием является именно эта организация. И замечательно, еще раз повторю, что мы сегодня открываем этот почетный знак, который символизирует значимость нашего города, что он олицетворяет и будет, как называется, визитной карточкой нашего города». Право открыть памятный знак было предоставлено заместителю главы администрации Сергею Чернову и заместителю командира войсковой части 1550 Герою России Виктору Федосову. И это не единственный подарок, преподнесенный городской администрации день рождения Ахтубинска и ледно-испытательного центра. Со стороны Волгограда в город было установлено светодиодное табло с различными текстовыми надписями. В другим темам. На официальном сайте администрации нашего города целый месяц размещалась информация о свободных вакансиях. Одна из них, цитируем, требуется директор муниципального предприятия «Контакт». Заработная плата – 17 тысяч рублей. Наш корреспондент Сергей Луцов пытался отыскать данное предприятие. Узнаем, что у него вышло. Ахтубинское телевидение уже не первый раз поднимает вопросы исполнения ритуальных услуг в нашем городе. Наши корреспонденты информировали жителей о заседаниях городского совета, на которых принимались нормативно-правовые акты. Выступали должностные лица городской администрации. Мы показывали сюжеты о муниципальном предприятии «Контакт», о других предприятиях, которые исполняют ритуальные услуги. Сегодня, 17 сентября, мы находимся у здания нашей мэрии для того, чтобы посмотреть, а как сегодня работает или нет предприятие «Контакт». Как сегодня исполняются ритуальные услуги? Куда может пойти сегодня человек, если у него случилось горе? Вчера нами было направлено письмо руководителям города для того, чтобы нас в этом путешествии или в этом мероприятии сопровождал человек администрации города, который мог бы дать какие-то пояснения. К сожалению, ни в городской администрации, ни в отделе имущественных отношений нам не смогли дать человека, с которым мы хотели бы посмотреть состояние дел муниципального предприятия «Контакт», посмотреть, как исполняются ритуальные услуги в городе и как поступать людям, если у них случилось горе или несчастье. Поэтому мы вынуждены проехать по этому маршруту своей съемочной группой самостоятельно. Улица Кирова, 18, где находится муниципальное предприятие «Контакт». Попробуем посмотреть, что есть внутри. Вот на сегодняшний день вот это помещение уже не МП «Контакт». Никогда. Оно с июня месяца после аукциона перешло в аренду ко мне. А где сейчас МП «Контакт»? Не знаю. Подождите, но везде, на всех сайтах, везде мы говорим, что МП «Контакт» находится на улице Кирова, 18. Ну, я не знаю, на каких сайтах это находится. Телефон 3,18. Телефон 5,14,38. 5,14,38. После аукциона переоформлен на меня. Виктор Павлович, у меня тогда к вам вопрос. Если, конечно, есть на это ваше желание, можно посмотреть эти документы? Конечно, пожалуйста. Это договор с администрацией. Так, сейчас, сейчас. Это договор аренды на... Это здание Кирова, 18. Это договор аренды на здание 2-й от тех памяти. Виктор Павлович представил соглашение о погребении лиц по гарантированному перечню от 25 августа 2015 года. Срок действия до 31 декабря. Первый вопрос мы решили. Вам доверен гарантийный перечень? Это очень хорошо, потому что городу это нужно. Второй вопрос. Вот вы, когда мы стояли на улице, сказали, что вот это помещение сейчас по договору ваше. Да. Можно посмотреть? Пожалуйста. Да. Договор номер 23. Представлен договор аренды недвижимого имущества с 29 июня 2015 года по 27 июня 2016 года. Почти на год. То есть на сегодняшний день вот это помещение ваше? Да, полностью. И вот, который церковь. Хорошо. Вот на него... Виктор Павлович, все понимаю. Тогда скажите, пожалуйста, где нам найти муниципальное предприятие «Контакт»? На данный вопрос у меня нет ответа, потому что вы можете обратиться в имущественный отдел администрации, кто является учредителем данного предприятия. Наш короткий экскурс завершен. Первое, что установлено, муниципального предприятия «Контакт» на сентябрь 2015 года нет. А значит, ритуальные услуги не регулируются и цены полностью отпущены. Хотя на официальном сайте городской администрации имеются вакансии, требуется директор муниципального предприятия с окладом 17 тысяч рублей. Второе, ритуальный бизнес не свернулся, к нему по-прежнему проявляет интерес очень много индивидуальных предпринимателей. Значит, он приносит доход. Третье, есть положительные сдвиги на местах захоронения номер 2 и номер 2 дробь 2, стабилизируя с обстановка по обеспечению водой и уборке мусора. Четвертое, если у кого-то из жителей города и района нет денег организовать похороны умершего, по гарантийному перечню обязано произвести захоронение индивидуальное предприятие Виктора Кондрючева. Вот такой конкретный вопрос, который я хотел бы задать. Можем ли мы найти сегодня хоть одного человека, который работает в контакте? В контакте не работает никто. То есть людей там нет. Виктор Павлович, я тогда вам вот здесь задаю вопрос, который вот даже я не скрываю, что это на камеру ответственность. Вот в этом помещении сегодня людей, которые работают в муниципальном предприятии «Контакт» нет? Да, совершенно верно. Они все работают на месте. Да, это есть или да, это нет. С июля месяца, вот после того, как со мной заключен договор агенты на год, все люди официально устроились у меня. Если можно, а где эти люди тогда? Сейчас именно на работах. Они у вас устроились? Да, у меня официально устроен по другим договорам, все как положено. В Ахтубинской автошколе ДОСАВ уроки мужества стали уже традиционными и проводятся к различным памятным датам. Один из таких уроков, тема которого «Истоки духовной силы народа и величие государства российского», к 70-летию победы во Второй мировой войне был проведен для юных автомобилистов. Развитие темы у Елены Петченко. Почетными гостями мероприятия стали председатель Совета ветеранов Ахтубинского гарнизона Леонид Евсюк, архимандрит Андрей, депутат Думы Астраханской области Алексей Фурик, первый заместитель Ахтубинского атамана Харунжи Андрей Додонов, член Совета Ахтубинского отделения ветеранов боевых действий «Боевое братство» Сергей Шуцких и член Совета ветеранов Ахтубинского района Вячеслав Архипов. Открыл урок мужества начальник автошколы ДОСАФ России Николай Черменцев. Он поздравил ребят с началом учебного года, в том числе и в клубе «Юный автомобилист», и напомнил собравшимся, что в этом заведении растят не просто автомобилистов, а настоящих патриотов России. Тему патриотизма и мужества подхватили и почетные гости. Все говорили о том, что важно не мечтать о героических поступках, а быть готовым к ежедневным проявлениям человечности. Это уважение к старшим, дружеское снисхождение к младшим и слабым, доброта и отзывчивость, гордость за Отечество и вера в людей. Вы уже в этом возрасте задумались над своим поведением не только в школе, но и дома. Потому что в этом возрасте, в годы Великой Отечества войны, вы знаете, брат Аказея, у нас есть участник войны Акимов Владимир Яковлевич, который в 13-летнем возрасте имел военную форму, ходил в разведку и так далее. То есть в то время они проявляли уже свое мужество, героизм, не боялись фашистов, шли в разведку, приносили данные и так далее. Не обязательно искать повод, чтобы спасти утопающего, поучаствовать в боевых действиях, достаточно любить своих близких, друзей, соседей и заботиться о своей малой родине, соблюдать чистоту и порядок в своем городе, дворе, доме или школе. И еще важно не следовать дурному примеру и уметь противостоять плохим привычкам, ведь здоровый образ жизни не только модно, но и патриотично. К тому же это касается не только физического здоровья, но и духовного. Архимандрит Андрей совершенно уверен, что сквернословие вредно и для души, и для тела. Скверное слово, оно что делает? Оскверняет нас, сквернит что? Полностью, полностью нас сквернит. Наше тело сквернит, одежду сквернит. С заключительным словом к ребятам обратился ветеран Ахтубинской автошколы ДОСАФ России Виктор Слащев, который от себя лично и от всех присутствовавших школьников поблагодарил выступавших за оказанную помощь. Он еще раз напомнил юным автомобилистам, что они должны быть примером для своих сверстников и гордо нести звание настоящего патриота. Другие уроки кулинарии постигают студенты Ахтубинского губернского техникума, обучающие по специальности повар-кондитер. Ребята славятся умением превращать обычное блюдо в шедевр, поэтому в конце прошлой недели талантливым кулинарам поступило предложение от районной администрации принять участие в международном проекте этно-ярмарка «Южный регион». Студенты техникума с энтузиазмом откликнулись на данное предложение. Они провели на базе своего учреждения предварительную выставку работ, дабы лучшие из блюд смогли представить Ахтубинский район на международном проекте. Выставка-дегустация проходила в фойе губернского техникума. Уютно по-домашнему пахло свежей выпечкой и луком, хотя угадать этот овощ в составе неординарных кулинарных шедевров не всегда было возможно. Творческие работы студентов радовали глаз и были весьма приятными на вкус. К тому же поварам удалось соблюсти главное условие конкурсного отбора, которое ставило жесткие рамки. Все ингредиенты блюда должны произрастать на земле Ахтубинского района. 26 сентября на территории Астраханской области, конкретно в Привозском районе, будет проходить международная этноярмарка «Южный базар». И все районы Астраханской области должны представить свою сельскохозяйственную продукцию. Нам ее нужно представить не просто положить в корзину наш красивый лук или наши красивые арбузы, здесь должно проявиться творчество. Представители администрации по достоинству оценили эксклюзивные творения учащихся техникума. Но отобрать самые лучшие блюда, авторы которых поедут представлять Ахтубинские районы международной ярмарки, так и не смогли. Мы предполагали отобрать самые лучшие, но когда посмотрели, мы возьмем все, потому что все на высоком уровне, все очень интересное, все очень новое, выбрать невозможно. Молодцы! Всю эту красоту приготовили студенты групп по профессии повар-кондитер и технология продукции общественного питания. Но не только, так как обращение было ко всем студентам принять участие в этой выставке, соответственно, у нас очень активное участие приняли и юноши, это электрики и строители, судостроителями, группа номер 22 и группа 23, дробь 24. Эту корзинку из луковых стеблей выполнили ребята, обучающиеся по специальностям электрики и судостроители. Как видите, творческая фантазия студентов не имеет границ и не зависит от получаемой ими профессии. Хочется отметить 16 лица, они настолько всегда активно откликаются на все конкурсы. И лишний раз сегодня мы убеждаемся, какие здесь талантливые педагоги в первую очередь, и какие талантливые уже ученики. Если мы все это представим, я думаю, что, не знаю, насколько там будет этот фестиваль, конкурсные места не предполагается, но я думаю, что Ахтубинский район, мы были первыми и будем первыми, самим и лучшими. А к населению я обращаюсь, если у вас есть интересные какие-то творческие фантазии, мы больше себя как бы преподносим, что мы, скажем так, луковая столица. Если у вас есть интересные предложения, творческие приготовления блюд из лука или каких-то поделок, мы приглашаем вас, обращайтесь, мы с удовольствием возьмем вашу работу. Это будет как бы дополнением к нашей общей команде, которая будет представлять наш район. Слишком большое количество машин – проблема не только крупных городов. Пробки на Ахтубинских дорогах иногда достигают длины в несколько километров. Эта проблема уже достаточно давно является глобальной, ведь автотранспорт разрушает и биосферу планеты, и самого человека. Подсчитано, что каждый день автомобиль убивает более трех тысяч человек. Понимая, что в современных условиях полностью отказаться от автомобилей просто невозможно, главы городов и руководители различных организаций хотя бы раз в год хотят напомнить общественности о проблемах, которые несет с собой автотранспорт. Какие средства передвижения выбирают Ахтубинцы, а также их отношение к подобным акциям? На эти темы наш корреспондент Сергей Вакула общался с местным населением. Как вы считаете, эта акция вообще для чего нужна день отказа от автомобиля? День отказа от автомобиля. Во-первых, это улучшается безопасность движения для водителей самих, для пешеходов. Во-первых, это меньше пыли, лучше экологии. Вот, ну, вроде все. Пускай хоть автомобиль отдохнет от нас, и мы от него. Для здоровья. Ну, мне кажется, для того, чтобы сохранить экологию, ну, по большей степени, вот, ну, и вообще спокойнее в городе хотя бы будет. Собственно, все. А вы сами пользуетесь автомобилем? Вообще пользуюсь, да, но сегодня пешком. День отказа? Обязательно. Скажите, а как часто, в каких целях? На работу, с дачи, до квартиры доехать, вот это все. Не часто, но пользуюсь. А в каких в основном целях? Ну, по нужде, когда надо. А так, лишний раз я не еду. На работу надо на чем-то? Я села. Надо вообще больше ходить в велосипеды, а вот эти машины там оставить, потому что газ и это все, значит, дышать невозможно. А вы сами ездите на велосипеде или пешком часто ходите? Я вообще люблю ходить пешком. Машина есть, но не езжу. Просто по городу и для здоровья полезно, и для всего. Вот пешком не особо, а велосипед, да, велосипед это классно, соглашусь. Вот, на велосипеде люблю кататься. На машине люблю кататься, но не всегда получается. Ну, велосипеда у меня нету. Ну, кашком хожу. Да нет, я больше в футбол играю. Я пользуюсь велосипедом, потому что автомобиля нету. Был бы автомобиль, я пользуюсь автомобилем. Было бы неплохо нам всем принять участие в этой акции и прогуляться пешим ходом по городу. Тем более, что погода сегодня к этому располагает. Это все новости. Будьте в курсе событий города и района вместе с АТВ-центром. Редактор субтитров А.Семкин